Сраной пленкой Пристена Поглощается землей Ну что, поиграй Там есть еще Действие движения В раунде, в котором ты нанесла удар Движение? Ты можешь сказать, а что же это робится? Я же должен ее потроллить Что она не выучила заклинание, которое не требует стандартного действия и стабилизирует раненого Что я должен Ей на это тонко указать Она правда не поймет этого Конечно, потому что когда я такое заклинание могла выучить? Когда я такого нету Видимо не зря она не украла Мы вообще не заходили в последнее время По хб нету Хюри минор в бал? Оно заснул, да Хил 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 тоже за стандарт Пускай в пониже пределы досягаемости, чтоб я тихо Спасибо Ну, нельзя стандарт сглаем Что-то единишь до пол До второго Кому ты спускаешься, находясь на верху? Я вижу тут Я масло не буду Да, валикирия спускающаяся с неба это плохой бизнес К тому или к другому Да Че спустилось? Ну что мистер Мак? Готов ли ты вкусить лечение? Честны? Честны? Это в смысле честны? Кидай в кубик? Не прокинул Я спрашиваю 19, Ю Нет, я спрашиваю Нет, мы должны быть честны, но мы должны успеть Успеть быть честными Успеть быть честными и живыми Без вариантов Я считаю, что персонажи не должны умирать, когда комбат уже закончился Я тоже так считаю Я полностью согласен Поэтому я тебя спрашиваю, насколько ты честен? Аааа Идай давай Вот на самый волосок от выживаемости Угу Это вполне честно Честен? Честен до тихо, пока не касается твоей жизни А, но мы за том, что он должен прибить рейджера, держит его за жизнь Даже за жаброй За жаброй За жаброй держит Он вроде до двадцатый спрятался и заживает, увлазит Он не может умереть Так Только не так Дааа Я должен отомстить за этого чувака, которого я знаю всего несколько дней Нифига себе дней в месяц Нет, с ним с Некром мы давно Ааа, ну так тем более Ну и даже не только из-за него просто А ты не помнишь? Ты помнишь, как мы его в башне не знали? Да, но и мы и его в башне нашли Да Но потом выбирались из башни еще неделю Серьезно? Нет, один день Даже меньше пять часов И за Хага еще две недели гонит Такое ощущение, что мы пошли туда, пошли туда, пошли туда, пошли туда Ладно Я спросил, я на самом деле честно тебе говорю, ты можешь не бросать этот кубик? Ну я, ну попытаться надо Ну не бросай его Ну не бросай его Или если я брошу, я сдохну к чертям Даааа Ну Если на кубике будет значение, которое приводит к тому, что ты сдохнешь, ты сдохнешь Короче Ну так же Ну ты можешь не бросать Окей Сила Сиренрея, которая рванула там, поддерживает себя там Чего поддерживает? Да что? Прижигает Прижигает к земле Зашкирку Целительное прижигание Не, я просто не проброшу У меня сложность 19, вы че? Ааа У меня как-то была сложность 22 И че? Ну так 22, а у тебя плюс какой был Не важно В этом районе позитивная энергия сейчас зашпаливает Нельзя помирать Отлично А я не могу поведать И возносишь Малику Возношу Кайдену Кайлену В этом раунде Ты видишь, что Мак Она уже ртом с рукой пошла к рот И там эта душа такая И пузыри Еще из ушей пошла крот Уже растекается, растекается Остановите это кто-нибудь Я ж так сдохну Плюс 9 хитов Всем живым существам В радиусе от меня 30 футов Если там больная птичка прилетала, она выздоровела Это уже не смешно После оживающих белочек Плюс 8 у меня Белочек Да Мы обсуждали, что бы написал Стивен Кинг После того, как Света в лесу Костурит Так девочки, шпейся они мертвы А она уже живет Она очень сильно молилась Я очень сильно молилась Очень пыталась Спасти всех Кто когда-то хотя бы Было живым Так, ну будем считать, что Мое хп скатилось Из доли хп до смерти И короче у меня сейчас минус 1 Минус Почему? Ну 10 минус 9 0,99 У тебя минус 0,99 У меня было минус 9 И это был тот самый момент, когда я подыхаю На самом деле нет особой разницы Потому что ты не приходишь в себя ни в нуле, ни в минус 1 Я не знаю Но когда я выжил, я мог быть честным Конечно Давай будем честны Тера, ты видела, что Рейнджер Ломанулся куда-то туда Короче ладно, пошел бы и все Я полетел Далеко не уйдет Да нет, погоню Светлана к Зоту кричал Да К Зоту Во имя к нам Зота Сваливаю Нагические пятки сверкаются Полураздетый между прочим Мужчина убегает Почему полураздетый? Ну потому что я там Полуразделся? Нет, я хотел спороть живот Но пока раздевался я что-то передумал В итоге в полураздетом состоянии Вот как одежде мешает спороть животы Представил, что вы делаете с ним За то, что он убежал с самым крутым доспехом Подожди Если он полураздетый, то он доспех снял Доспех валяется на земле Да, если бы он не снял доспех Мы бы его нашли и сняли Он расшнуровывает доспех Но возможно надо его снимать Потому что снимать доспех гораздо дольше Для того чтобы себя ткнуть Минуя доспеха А ему расшнурованный доспех мешает Болтается там Наверное Но он спрестовал за хлинание Поэтому его ноги двигаются Подгоняемые божественной магией Давайте прикончим его уже в конце концов Возношу еще раз Валитву Кадину Калину Видя, что товарищи не особо На самом деле над тобой склонилась жрица Ты видишь, что у нее с рук продолжает течь кровь Раны не заживают Скорее не то, что склонилась Скорее это Пархан Не, я пока еще не посемлялась Я все еще это Я вот думаю Пожалуйста Кинфлай, пожалуйста Я вот думаю А какой у тебя хочет сейчас Света открыть? Я знаю И какой у тебя? Четвертый А ты знаешь, что это значит? Мы можем нанять демона Который пойдет за рейнджером Дьет его и принесет нам доспех Давай попробуем Видишь, я нашел как можно использовать это бесполезное заклинание Пять Вы очень удивитесь Он потребует слишком большую цель Нет, мы скажем, что ты можешь взять доску к себе как оплату Раны, которые у тебя на руках, они почему-то не заживают Теперь у меня стигматы будут, да, вечно? Поддорожник Поддорожник приложи Ох На самом деле ты не видишь, но у тебя еще и на лице А можно я хил кину на нее? А ты встал? Да Так, сейчас Я только встаю, я у меня и лечивец Ага, Миша слышит Так, окровавленная валькирия, да? Так, ладно, я еще костую еще раз Так, все загадочное А как себе крылья переснули? Черт, какой Как себе крылья пересмотреть? Еще на девяточку Два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-два-вам стал еще лучше А, того же, еще на девяточку Её почему-то делают. Вы, кстати, очень удивляетесь, потому что её божественная сила приводит вас в чувства. Насталья чувствует себя гораздо лучше. Вы увидите, что у неё руки изрезаны. На лице такие шрамы. Она конвертирует свою жизненную энергию в вашу. Крутая, как стальные иксы. У кого-нибудь есть дисгайз? Зачем? Ну чё? Так, это замазать. Шесть, шесть нажав. Я боюсь, если ты начнёшь её замазать, то на тех сахо замажут. Ну это же так концептуально. Концептуально, ты чё так? Ну ладно. Это очень интересный путь читать всё, что предложил Dungeon Master концептуально. Уи, теперь меня есть. Всё-таки посмотрю, у меня спас брызг из-за воина. А то я три раза открывал и забывал зачем. Он лежал туда! Су-1-1. И так... Эх, ну ладно. Ну, на это накрыло потратили несколько раундов. Вы представляете, что... Учитывая скорость сверкания пяток рейнджера... Мы его даже не заметим. То есть, я думаю, если вы ещё романтийте... Нет, нет. Флэйл и... И Бэтмен. Я сомневаюсь, ты нигде не ронял твой флэйл, не снимал доспехов, не откладывал кукри, с запиской передайте это встречному монаху Обычный монаху кукри, да... Так, 8 плюс 3, 11, люблю по-фортам люди по-зборски Ну что? Ну, надо где-то перекантоваться и идти вместе Что вообще во круге творится? Ну как... Пена, если вы еще пару минут здесь поторчите, начнут скапливаться люди, кричать Люди? А трупов-то нет Ты думаешь, сделай еще раз? Погодите, трупов нет, нет трупа, нет дела Черт побери, ими спорят Короче, я полагаю, нам стоит выдвинуться в сторону замка Они распоряются, правильно? Ну, так я же говорю, нет трупа, нет преступления Нет А что нет? Или они догадываются? Ну, замка... Ну, то же, чтобы высадить глаза на земле остаются почему-то Остаются только вот простые одежды, то есть там, какие-то накидки, штаны, культочки Ну, может быть, день стирки Трупов нет? Ну, ребята, короче, отсюда надо это Я знаю куда! К ведьме! Гоу к ведьме! Вдруг у него монах всякий вид для нас Я вам напомню, то что я писал в скайпе Возможно, это несколько потерялось впоследствии Вот, наверное, да Наверное, для тех, кто не читает скайп Догадываетесь об одной страшной вещи, которая мелькает у вас на горизонте вашего восприятия о том, что если вот этот чувак пришел в себя достаточно быстро, то есть судя по тому, что он к вам пришел с утра, а убили вы его ночью, то есть вероятность, что достаточно скоро... Ну поздним вечером. Вот эти вот пацаны, которых вы удачно завалили при помощи замечательной, сильной, мощной магии, которая не была на этом вообще очевидна никак, они достаточно скоро станут гораздо более опасными. А мы уже стали гораздо более опасными. Я полагаю, что баронесса и барон тоже, между прочим, могут находиться в опасности. Нужно поспать, нам надо попселиться, так, чтобы его клеили. Серьезно, еще раз повторюсь, ну ладно. Мы станем несколько круче, я считаю. Это как раз таки метагейминг будет, если мы сейчас ломанемся в замок. Ну как бы, в таком состоянии нам все? В таком состоянии. У меня 17 хп из 8.81. Как ты думаешь? И сколько? Он еще жалуется. На неделю сейчас останемся, полетим. Беспозлезная дыра для моих божественных молитв. Я здесь только не намолю. Я могу, конечно, выпить много банок лечения, 4, например, но... Восстановишь и еще 17 хп, да? Еще 17 хп. И будешь уже не ранен. Возможно. Ну, это будет не легкое ранение, а среднее ранение. Может, каким-нибудь персепшн? А мне свысока лучше видно. Первая единица. Хорошее начало дня. Нет, те, у кого выше 10, вы замечаете, что небо начинает затягиваться темными тучами. Там где? Сколка. Там где-то глаз над башней. И постепенно ты начинаешь чувствовать ту исходящую энергию от башни. Вот, не надолго хватило. Надо было пользоваться, пока оно притихло. Так, пошли. Ключевое слово он башни. Те, у кого будет больше 20, есть такие? А у меня свысока не лучше видно, нет? Нет. А если активный персепшн зависит? Так это и есть активный персепшн. Ай, черт, это пассивный. Ничего. Не с тем связался. Ну что, я думаю все, так что идем все-таки к ведьме. Уполагаю, да, потому что, учитывая, что опять налетается эта сила, мои молитвы... Ну, я сомневаюсь, что мы сейчас с кем-нибудь справимся. Еще один полисимвол взять и пойти дальше. Если он будет так действовать... Нам понравился ваш полисим, спасибо. А можно еще одну гранату? Только я бы не знал, что их бросать надо. Так, кстати, а можно вопрос? Дурацкий язвный костер. А вот после падения в бессознательное состояние, что происходит с моим мечом? Да он просто оказывается у тебя в качестве... Отлично. Я думал тебя убить им. Я тоже думал, что ты меня как заблажаешь. Но ты на самом деле и так уже сдох. Ну да, я знаю. Я буду называть тебя... Магнус, умерший дважды. Магнус, многосмерть. Тогда дважды живущий. Пока рано. Многосмерть. Тогда можно дважды живущий. Двусмерть. Да. Магнус, двусмерть. Это когда после... За семерку... Не, подожди. Почему двусмерть? Он два раза еще не умирал. Он дважды живущий пока. Когда второй раз умрет, тогда будет дважды живущий. Магнус, смерть. Смерть, да. Магнус, дважды недосмерть. Не, пока еще не дважды. Эй. Да-да, давай сократим. Магнус, смерть. 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 В общем, селяне пытались вас как-то задержать, но... Как? Словами? Игвойной зарпал. Игвойной зарпал. Что вы натворили? Где наши... Братья? Где наши отцы? Ребята, мы бы сами знали. Мы бы честное слово их вернули. Что здесь сейчас в подвери случилось? Мы разберемся. На нас напали демоны и создания. Это демоны из башни. На вас напали злобные тени. Вон они, сзади, да? Ну, мы разберемся с ними. Идите в башню. Чувство права. И за спину. Мы разберемся со злом, творящимся на этой земле. И уходим. Вперед за мной, мои верные войны. И в заказ улетают. Нибудь очередной, сломитесь в лес. Да. Почему очередной? Я ни разу еще там не была. Чьи проблемы? Почему проблемы? Ну да. Вы прямо... Вы ломаете вообще все, что только можно. Я вас поздравляю. А что, мы должны были заходить? Мы должны были пойти в полухитах и подраться. И сдохнуть. В конце-то концов. Сдали бы вы. Седьмой персонажей. Я так далеко не... Понимаешь? Вот так бы вы пошли, у вас была причина. Мы сдохли, потому что у нас были неполные хиты и неполные заклинания. А так придется сдохнуть в полных хитах и полных заклинаниях. Не для этого моя роза цвела. Не для роза? Да. Вот этот момент где-то далеко, в одном славном городе Тамране, в саду завяла роза. Такая красивая, голубая. Что? Нет. Одна. Ты сам сказал про розу. Ну что, отдернули? Не знаю, дергали или нет. Давайте, пардоните, Висмурака, подберемся. Не успеваем. Не успеваем. Унесли его тело. Я понесли его тело. Если оно не растворилось в воздухе, конечно. Может она растворилась в воздухе? А наша лошадь где? Она растворилась в воздухе. Хотя бы напомню, что Висмурак был принесен в жертву. Поэтому она растворилась в воздухе. А вещи? Бежим. Вещи тоже растворились. Осталось только его улыбка. Очень важно, там осталось килт, который у него был. И балахон. Это все, что от него осталось. Он не сгибает, да. Я буду носить этот килт ради него. Он почти рыдает. Стоп. Я не верю. Рыдай. Кидай вверх. Подожди. Вот так вот. На кого ж ты нас? На монаха? На какого-то? Про меня. Нет, погоди. Ни на монаха. Ни на кого. Ага. И ты тут. Слезные глаза. Ну, я запечатаю. Чтобы Саша потом мог насладиться. Не видно. Я страдаю, Саша. Ну, значит, мы страдаем. Мы пытались его снять. А Саша будет сидеть такой, сжать попкорн. У него будет лежать книжка Стамиславского. Он будет листать, блядь. Цитировать. И не верю. Да, вот зря, кстати. Мы действительно еще искорбим. Да. Что он исчез. Кто теперь будет отвлекать на себя весь урон? Ну да. В целую партию у него там получалось. Вы израненные в не очень хорошем состоянии. Лошади наши где? Я их надо вошел. Да нет, лошадей. Мы их доставили. Почему? Я полагаю, если они тут, то мы на них и поехали. Полезно бесполезно на лошадах. Я сомневаюсь, что вы можете, конечно, пойти в таверну, искать лошады. Ребята, они белые достали. Давайте быстрее. Зачем? Конюшли тут можно не зайти туда? Ну, попробуйте. Ну, я так понял, вы быстро-быстро убегаете. Это не только начали собираться, нам проще у Верховного уехать. Это будет и быстрее. Еще накраситься надо. По лесу долго. Зайти, собрать сумочку. Там нет тропинки. Там густая, густая, чаще. Она лезима. И последней чаще. Леза в избухе на худих ногах. В общем, в это время странный молодой человек. Бил его. Не очень хорошо одетый. С тяжелыми и пухлыми мозолями на костяшками пальцев и пятках. Выходит из-за угла. С большим полоском и маленьким рыбачком. Выходит из леса и становится свидетелем следующей картины. Такая избушка стоит. Такая симпатичная, аккуратная. Накури. Вот. Из нее под руку с тяжело раненым молодым человеком. Выходит жрица. Выходит. Кормит его. Вводит его. Садит на скамеечку. Возвращается в дом. Ты, видимо, движешься в том направлении. Все-таки это первые люди, которых ты видел за последние несколько дней. Воздание Полис. Воздание Полис. Возвращение. Вот. Она выходит на ступеньки домика. И что странное происходит. У нее из груди вырывается луч света. И она падает. Просто вот с этих ступенек. Парень пытается подскакивать. Пытается к ней подойти. Вот. Но теряет как-то равновесие тоже. Падает. Вот. И потом ты теряешь равновесие тоже. Тебе до них простым шагом минут 20. А если бежать, то может быть за пару минут. Простым шагом? Да. Он же монаполис. Он же там. Я когда вижу знание лиги, что это произошло с ней. Ну или там что-нибудь. О, это до хера. Это больше 20. Ну, если ты прокинешь мне тридцатку, я тебе расскажу точно, что это будет. А знание истории я могу кинуть? А вот знание истории, сложность человека будет всего лишь 25. О, тогда 30 знаний истории. А почему не 30 знаний религии? Ты бросал знания религии, правильно? Ну ладно, тогда 24. Знания религии. Ну, смотри, ты говоришь, что ты пробовал. Ну, хорошо. Ну, ты согласен? Да, да, да. Я тебя не ущипеляю вправо. А что, 24? 24, всё. Ну, я так понимаю, что это религиозная какая-то хера. Погоди. Ты кидал нолич? Какого? Религии. А сейчас кинь нолич истории. Это пожалуйста. Ну блин, кубик этого не позволит. 22. Накаркал! Ты не веришь в себя. 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 Он обидается. Нет, это сказал тебе гормал. Членская справедливая казанга. Кормал. В общем, о чём-то подобном ты иногда слышал, что когда жрецы, которые очень серьёзно верят в своего бога, совершают какие-то действия, которые не совсем доступны им ещё по силам. Слышишь? В общем, бывает крайне редко, для этого нужна очень сильная вера жреца. Что конкретно здесь произошло непонятно, но... Сколько до неё футов приблизительно? Ну ты ей говоришь, ты за пару минут добежишь вообще легко. Даже не запыхиваешься. У меня скорость просто 50. Ну замечательно, да? Ну хорошо, бегу. Бегу очень быстро. Есть проблема в том, что тебе придётся немножко перепрыгнуть через пару. Это вообще не проблема. Это вообще не проблема. Хорошо, брось кубик. Если прыгать, это не проблема. Я могу в прыжке до дни, наверное, допрыгнуть. Сколько надо кинуть? Один. Не кинуть единицу. Акробатика 29. Ну, в общем, да, ты с лёгкостью там перепрыгиваешь обраги, стоги сена. Я не могу. А, это прыгают, да? Тогда 36. Вот. И как в фон Гильдоне взметаешься вверх. Лай качай. На самом деле 36 это не очень круто. Это всего лишь на 15 футов вверх ты можешь прыгать. На 4,5 метра. На крышу дома. Нагибать. Это я просто быстро бегу. Потому что я не знаю, что там произошло. Если бы я знал, что там всё очень плохо, я бы, может, быстрее бы бежал. И прыгал бы выше. И прыгал бы выше. В общем, ты достаточно быстро добегаешь до туда, видишь над телом такой очень симпатичной уже не молодой женщины склонился вор. Они пытаются достать свечку. Точно. Он смотрел на тебя, подумал. На самом деле нет, потому что даже его жёсткое сердце было слегка тронутое. Он, не знаю, вообще не понимая, что произошло. Ты ему потом расскажешь. С надеждой смотрит твои глаза. Что случилось? У него слёзы наворачиваются, да? Явный хилл. То есть я... Хочу... Хватай, ты знал, что ты кто такой? Я хочу помочь. Что тут происходит? Я не вызвал скорую помощь? Да вы же знаете. Почему он видя напрыгивающего с его пикирующего? Он разворачивается и не дает кинжал. Ты этого не ожидал, да? Нет кинжала. Я всегда готов. Почему нет? Потому что он полудохал. И что? Ты у него спросил, он полудохал при кинжалах или нет? В общем, ты осматриваешь её, пытаешься рассыпать там пульс, но в общем-то ничего такого не обнаруживаешь. Или пульса не обнаруживаешь? Пульса не обнаруживаешь. Пытаешься искать в карманах сумки, заглядываешь в здание, но пульса там тоже не обнаруживаешь. Ещё что ты замечаешь? Не успела. У неё... Почти успела. У неё вот здесь вот, в форме сердца такой как будто кровавый ожог. В форме сердца такая вот... Нет, не такого сердца, которое на 14 февраля. А ты можешь готовить как человеческое сердце. Ты сразу узнаёшь этот символ, это сердце. Ты учил медицину, ты настоящий монах. Ты можешь вырвать такой... Из груди врагов. Ну, сейчас камера немножко отдаляется. Зачем я это сделал? Просто для того, чтобы вор тебя хотя бы частично ввёл в курс дела, чтобы хотя бы твой персонаж чуть-чуть представлял, что там в городе происходит. Вор сам не представлял, что там в городе происходит. Хотя бы чуть-чуть. Ну, вот то, что представлял твой Рейнджер, победительно это вор может и пересказать. Чтобы немножко... Добавим метагейминга в наш метагейминг. Вот. Вы достаточно быстро... Кто-то бежит, кто-то скачет, как хотите. Она летит до первого дерева. Кингфлай. До первого. 20 на кубике. До второго дерева. Ты облетаешь 20 деревьев и там оказывается 21. Минуту за уровень. А! Уже упал давно. 5 часов до этого. Когда заканчивается, я приземляюсь. Уже приземлилась. Вот. В общем, вы достаточно на лошадях, видимо, всё-таки. У нас жарица на опушке отказалась летать. Я слетала, конечно, за лошадьми. Времяло лошадей. Когда вы ударяетесь от бородства, у вас такое двоякое чувство в ваших сердцах. Инь и янь. С одной стороны, вы чувствуете, что что-то не так. Там погибли ваши друзья. Это инь. Вот. И так далее. А с другой стороны, когда вы оттуда удаляетесь, вам на сердце становится легче. Это янь. Я чувствую, что меньше так гнетёт меня. Хрень вам рекомендует, вообще, быстро достать свиток телепортации. Телепортироваться куда-нибудь в другой конец Галориона. Надо гиперч... это у меня будет гиперчардж. Даже, что вы персепшн не покинули. Наверное. А что бы мы заметили? Знак Бэтмена в небе. Вы бы заметили, что из башни кто-то выбрисал колес свёрток. Нихрена себе. Пожалуйста. Вот это персепшн. Это надо было пробросить. Я просто беру птичасовой разгон. Чааааардж Башню и единицы на кубике. Голова торчит. Голова торчит. Надо быстрее идти в себя и идти в башни. Потому что Барону и Баронессу вполне угрожает. Да, у нас мало времени. Бароны скорее всего уже трындец, а а Баронесса с ним не з Gone. Баронесса ничего не знает. Ты как Гендаль скачет по лошади. Зуб дают. Тебя раздевает помпольчик, и бородинка такая щербатая. А слушай, кстати, я почитал, на бороду можно этот самый, как это называется, нулевого уровня. Отрастить бороду? Ну, ремонт как-то. На бороду? Да, класс! А то-то я думал, почему они все бородатые как-то. Какой вот это получается? Стэна, Фейрболл и химия всякая. Барашутка такая, что на самом деле все маги, они лысые, без бороды и так далее, но... This guy's self! Ты такая красивая, ухоженная бородинь такая, обвивающая ногу три раза, поднимающаяся сюда на плечи. Ты ходишь так, на кончике все колокольки. Я помню в планшетку играл, я на второй партии лишился всех волос по всему телу. Мага-магня играл. Это не завидовали твоей бороде? Я знаю. Мастер в том числе. Да ты в один. Нет. Вот, в общем, вы... Ты, видимо, там немножко разбираешься в хозяйстве, вы готовите с этим... Чуваком. Ну я не знаю. Вы спросите Рогу, а сам бы готовить с незнакомчиком? Ты знаешь, как надо погребать жрецов. Я в это мало верю. Ты знаешь, что это надо делать на рассвете? Да. Во. Я знаю, да, точно. И можешь кинуть знание истории. Нет, я не знаю. Там десятка всего лишь нужна. Даже это круто. А религии? Нет, ну один на кубике мне что-нибудь это... Нет, если у тебя есть скиллы, и ты добиваешься до десятки... Ну вот, ты знаешь, что... Сходит такая легенда, которая вообще как бы считается легендой. То есть... Они упоминали все несколько раз за всю историю галериона. Ну, люди были свидетелем этого, что если жита была по-настоящему очень сильной и крутой... Она воскреснет. Вот. Она просто... Ушла. Исчезает в лучах света.